Так, ну шо, ну шо, господа, выбирайте, что вы хотите сегодня, какую историю услышать. Ишка, генерируемая ДНД, которая подстраивается под все, что мы ему говорим. Ну давайте апокалипсис попробуем. Персонаж. Солдат, оставшийся в живых, или курьер. Кого выбираем? Все курьеры хотят. Курьер Яндекс.Еды, все. Мы играем за Вудстера, поехали. В постапокалипсисе. Имя вашего персонажа Вудстер. Рванули. Вы, Вудстер Курьер, пытающийся выжить в постапокалиптическом мире. Роясь среди руин того, что осталось. У вас есть сверток с письмами и небольшой пистолет. Это долгая и опасная дорога из Бостона в Чарльстон. Но вы один из немногих, кто знает дороги достаточно хорошо, чтобы доставить туда свою посылку с письмами. Вы отправляетесь утром и пытаетесь выбрать самый безопасный маршрут. Вы выбрали старую карту и решили проехать по проселочным дорогам Нью-Йорка через неделю в Пенсильвании, если сможете. Ну шо, господа, что делает Вудстер в первую очередь? У него задача доехать из Бостона в Чарльстон. Старая карта, старый нот, все сходится. Хорошо, давайте берем велик, попробуем. Вы тратите последние деньги на покупку бывшего в употреблении, но исправного Ямаха Вистар мусорщика в обмен на револьвер, который вам не понадобится. Вы обменяли оружие на машину, вы получаете два очка. Неплохо, неплохо. Хорошо, давайте тогда что мы? Начинаем путешествие в сторону Чарльстона? Так, давайте заправим байк действительно. Заправить байк. Вы заправляете байк. Топливный бак нужно заполнить, и вы купите пару канистр, так как теперь газ очень ценится. Баки Ямаха вмещают пять галлонов каждый. Сколько банок нужно, чтобы полностью заполнить оба бака? В банке сколько? Кэнс? Без понятия. Это походу вот реально такая небольшая баночка от бобов или что-то вроде того. Давай двадцать. Нет, двадцать много. Баки Ямаха. Сколько баков у 300? Хорошо. Fill a bike with 300 fuel cans. Заправить байк с помощью 300 банок с горючим. Поехали. Вы заправляете байк 300 канистрами топлива. Вы убедились, что баки полны и складываете их в колышущуюся кучу. Прежде чем аккуратно поместить их в оба, щелкнуть крышками и вытереть лоб. Короче, все поместилось. Поехали. Чарли Стон. Начать путешествие в Чарльстон. Поехали. Поехали. Мені шо, треба цей перекладач на український перевезти? Ви збираєтесь на сидіння і повертаєте ключ. Чуєте, як двигун крутиться та гримить. Погнали не працює. Ні не працює, но не працює з богію Україну. Потім. Ви пробуєте знову, проте безрезультатно. Ви ударяєте по мотоциклу, щоб запустить двигатель. Ні, я хочу уточнить, для чого я його б'ю. Вы изо всех сил качаете боковую панель Ямаха, соединяясь ладонью, оставляя болезненный красный след на коже. Двигатель заводится с ревом, завибрирует у вас под бедрами. Он с кулака завел мотоцикл. Просто прекрасно. Хорошо, что мы делаем дальше? Теперь можно ехать. Подожди, надо его реально погладить. Вы гладите байк. Вы протягиваете руку, нежно гладите топливный бак Ямаха, улыбаясь. Пойдем, говорите вы. Вы выезжаете с гаража на дорогу. Это замечательно. Вот, на тебя похоже. Действуем по методике химустанок. Звучит как гачи-мучи. Теперь можно надеть шлем. Но мы уже едем. Уже шлем такое. Ты заглядываешь по ссылку по пути. Интересная идея. Ну давай сначала просто отправимся. Go to Charleston. Не идти. Не идти. Едь. Вы отправились в Charleston. Это долгий путь и вам нужно занять свой ум, чтобы вы начали придумывать название для своего байка. Господа, давайте придумаем название для нашего байка. Так, хорошо. Это байк Вуда. Поэтому он будет называться... Говори. Он будет называться Ямаха 3966. Кам я его не буду называть. Ван. Это... Блин, давайте Ван назовем. Байк, который называется Ваном, это, конечно, интересно. Байк, который называется Вен. Поехали. Ваш байк зовут Ван. Едем в Украину. Поехали в Украину. Найдер, Чарльзстон. Go to Ukraine. Вы едете на своем байке в Украину. В пути вы делаете много остановок, но стараетесь продолжать движение. Хорошо. Надо как-то сказать, что вы прибываете в Украину. Вы почуяли запах слоу. Видите, дом Ромы. Давай, вы приехали в Киев. Вы добираетесь до Киева через неделю и заправите свои топливные баки из нескольких машин, которые вы там найдете. Сука, мы из Америки за неделю на байке приехали в Киев. И, походу, все еще едем в Чарльзстон. Вы находите упаковку сидра и пьете прямо из бутылки, пока вы отдыхаете, позволяя сухому спирту согреться. Давайте так, давайте, что происходит дальше. То есть не что персонаж делает, а что происходит в миру. Допустим, нападают бандиты или еще там какая-то хрень. Или там мина взрывается. Нападают разбойники. Поехали. Зименник... Зименник внезапно появляется. Давайте. Поехали. Вдруг появляется Зименник. Это бородатый мужчина с плюшевым крабом на плече. Он пьян. Привет, товарищ! Он говорит. Хочу немного. Он предлагает вам краба, который ковыляет в руке. Вы с сомнением смотрите на краба. Мы можем спросить что-то Зименника. Господа, если вы хотели Зименника что-нибудь спросить, сейчас самое время. Вудстер спрашивает Зименника. Этот краб настоящий? Зименник кивает, бессмысленно усмехаясь. Знаешь что? Он говорит. Я думаю, что этот настоящий. Хороший ответ. Мне нравится. Хорошо. Что мы делаем дальше? Вудстер гладит краба. По-моему, очевидно. Пэт Зе Краб. Вы гладите краба. Зименник пожимает плечами и сует краба вам в руку. Он кажется удивительно реалистичным. Его раками донатекстурировано, а клешни размакивают руками. Если тебе это так нравится. Ты был злым с крабом. Вы теряете один балл. Так, Пэт Зименник. Я боюсь, что будет. Но давайте попробуем. Пэт Зименник. Вы похлопаете Зименника по плечу. Зименник. Удивленно говорите вы. Это мое имя. Я не могу поверить, что это ты. Вы рады видеть Зименника. Вы получаете одно очко. Так, хорошо. Что происходит дальше? Так, что мы делаем? Нападают краболюди или... Или открываем посылочку. Хорошо, ладно. Давайте. Краболюди. Поехали. Многие краболюды внезапно нападают. Вы сердитесь, потому что это несправедливо. И вы даже ничего не сделали с ними. Вы отбиваетесь кулаками. Я научу тебя пытаться убить меня. Я думаю, мы с ними расправились. Замечательно. История, предыстория Карла. Я его спас от краболюдей. Хорошо. Что мы дальше делаем? Стрела в колено. Надо выводить других людей из сервера. Хорошо. Давай для начала ведем Беретнора. Как он появится на сцене? На вас снова нападают люди-крабы. Но появляется Беретнор. Молодой странник, помогающий бороться с краболюдьми. Он убивает всех крабовщиков. Это последний из них. Вы клянетесь Беретнору. Затем подходите к большому крабу. Ха-ха. Пацаны, боссфайт. Боссфайт. Хорошо. Что мы делаем? Что мы делаем? Вудстер, как ты себя поведешь перед большим крабом? У тебя пистолета нету? Ты пиваешь бутылку Сидра и бросаешься в бой. Вы вытаскиваете меч. И наносите удар крабу. Вы наносите ему удар снова и снова. Разрезая его твердый экзоскелет. Ха. Вы смеетесь, вонзая лезвие ему в живот. Ха-ха-ха. Ражби. Сука, я ведь напишу. Ражби. Пацаны, ражби. Вы кидаетесь на Б. Вы врезаетесь к крабу, бегая в полную силу. Он убегает с дороги. Вы падаете и падаете на землю. Ах, ты хрюкаешь, вставая. Вы были благородны. Вы получаете два очка. Вы снова бежите к крабу, делая вы под мячом вперед. Вы пронзаете краба через голову, убивая его. Я выиграю. Выиграю. Поздравляю, Вудстер, ты завалил краба. Вы хрюкаете. Хорошо. Все, краба завалили. Теперь компания в сборе. Зименник, точнее, Вудстер, Зименник и Беретнор. Что мы делаем? Давайте, может, доставим посылочку Чарльстон. Из трупа краба выбирается мужчина. Это Крош. Беретнор узнает его и бьет своим бан-молотком. Клянусь с лордами, только не ты. Крош ничего не говорит и не двигается. Он не мертв, говорит Беретнор, поднимая тело Кроша. Ну что, мы его добиваем? Критикал хит. На секунду. Критический удар. Критический удар. Ты врезал Крошу прямо в глаз. Вы убили Кроша. Людей краба оживить невозможно. Короче, Крош был человек-окраб. Рип Крош. Рип Крош, вы достигли третьего уровня. У вас 18 опыта из 100. У вас 10 из 50 сил. У вас 7 из 50 ловкости. У вас удостливости 6 из 50. Сука, Вудстер за Кроша левел получил. Так, не-не, мы едем в Чарльстон. Сейчас расскажем о посылке. Вудстон, Зимейник и Беретнор отправились в Чарльстон. Поиск как золото. Но на них напали люди-крабы. Выживут ли они? Чтобы узнать, вы должны перевернуться. Перевернуться. Перевернуть, перевернись, 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 перевернись. Пацаны, мы его сломали. Сейчас сальто сделаем. Вы прибыли в Чарльстон. Давайте его на путь истинный. Беретнор находит пещеру. Зимейник, я думаю, нам стоит пойти туда, говорит он. Вы все решаете войти. Вы все решаете войти. Внутри вы найдете золото. Ха! Пацаны, мы богаты. Так, шо? Как мы его делить будем? Из-под пещерного камня вылазит мужчина. Его зовут Эндмен. Это мое золото, говорит он. Нет, это наше, отвечает Беретнор. Эндмен поднимает меч из пещерного камня. Наверное, из-за пещерного камня. Я заключил сделку с крошем, что тот, кто первым найдет золото, получит его. Вот это поворот. Окей. Вперед, Карл! Говорит Зимейник своему крабу. Краб бросается на Эндмена. Беретнор замахивается на него молотком. Эндмен ловко уворачивается от каждого удара. Спросить, кто умер. Вы спросили, кто умер. Никто не погиб. Вы получаете 20 опыта из 50. Есте. Эндмен говорит. Я использую это золото, чтобы построить статую Туби из Неравтомата. Беретнор говорит. Я использую это золото, чтобы помочь своей семье. Говорит Зимейник. Я использую это золото для финансирования своей свинофермы. И говорит Эндмен. Что? Лив голд ту Эндмен. Давай мы тебе оставим золото. Вы оставляете золото Эндмену. Спасибо, говорит он. Выхватывая мешок золотом из ваших рук. Вскоре вы покинули пещеру. Ваш выбор влияет на результат. Эндмен, я надеюсь, что когда будет финальный босс батл, ты выпрыгнешь и поможешь нам. Вы вспоминаете посылку, которую нужно доставить. Вы запоминаете письмо, которое нужно доставить. И достаете его из сумки. Я нашел эти письма на развалинах почте. Скажете вы, они были отмечены как важные. Ну что, мы читаем? Это все-таки письмо. Вы читаете письма. Холодно стало. Ну, почему можно обыграть? Ммм, скажете вы. Кажется, это любовные письма. Ах, старые времена, говорит Зимейник. Вы раздаете письма девушкам? Посмотрим. Каким девушкам? Хорошо, давайте, господа, кого мы вводим? Какого персонажа мы еще вводим? Кто хочет в историю? Появляется легендарная Трио. Мороз, Кирби и Алибек. Они идут навстречу нашим героям. В Устру, Зимейнику и Беретнору. Трио смеется. Теперь ты у нас есть, ты умрешь. Они говорят. Мороз прыгает на Беретнора и несколько раз доносит удар в грудь. Из кустов выскакивает гусь и отгоняет Мороз от Беретнора. Гусь снова превращается в Зимейника. Я рад, что ты еще жив, говорит он. Кирби и Алибек прыгают на Зимейника. Пацаны, все это время гусем был я. Хорошо, Кирби и Алибек на меня напрыгивают. Зимейник trying to fight back. Зимейник пытается отбиться от них. Пытается дать отпор. Гусярин. Зимейник пытается дать отпор, но он в меньшинстве. Трио бьет его и Мороз стреляет стрелой в сердце Зимейника. Блин, Мороз, что мы тебе сделали? Как спасать? Вудстер, ты делаешь трипл джамп и это всех спасает, смотри. Вы пытаетесь ударить Мороз, но он уклоняется и отрезает вам руку. Вы пытаетесь встать, но троица прыгает на вас. Мороз разрезает вам живот. Мороз, плохой парень, вы теряете один балл. Внезапно появляется еще один гусь и спасает Вудстера, берет Нора и Зимейника. Он превращается в Эндмена? Но для тебя уже поздно. Все-таки Эндмен в конце пришел спасти день. Ну я походу умер. Эндмен, спасай ситуацию. Надо, чтобы ты что-то сделал такое, не знаю, скастуй фаербол или еще что-нибудь. Эндмен вытаскивает золотую статую Туби. Она жевает, нападает на Мороза, Алибека и Кирби. Их убивают мгновенно. Стоп, ты говоришь. Вы говорите Эндмену, чтобы он отдал вам статую. Он делает это и Туби снова превращается в статую. Вы кладете ее в сумку. Пока Мороза, Алибека и Кирби. Мгновенно убивает, поняли? Сила Тубишечки. Вы смотрите на Зимейника. Шорзал лютый фанфик Ромы. Сморазм крепчает. Зимейник до сих пор стоит зияющей дырой в груди. Он кашляет кровью, но затем выздоравливает и морщится от боли. Вы сражаетесь. Бороться больно вы получаете три очка. Давайте посмотрим на Беретнора. Что с ним? Вы смотрите на Беретнора. Вы видите мужчину покрытого шрамом. Его кожа обожжена черным. У него странное лицо. Глаза вылезают из глазниц. У него есть слово сюрприз. Что это значит? Вы удивляетесь. Сюрприз ты говоришь? Беретнор словно растворился в воздухе. Он ушел. Исчез. Пуф. Пропало. Беретнор сделал свое дело. Беретнор отправился домой. Беретнор пошел домой. Зименник сердито смотрит на вас. Почему ты это сделал? Говорит он в гневе. Он ушел. Вы пожимаете плечами. В любом случае он не был очень интересным персонажем. Беретнор испил. Так, хорошо. Вудстер, как мы заканчиваем эту историю? Все довольны, кроме легендарной тройки, которая погибла. Вы завершаете свой квест и отправляетесь домой. Ты идешь домой. На следующий день вы слышите стук в дверь. Вы надеваете тапочки и выходите. Это почтальон. У меня есть для тебя письмо. Что вы делаете? Вы говорите нет и закрываете дверь. Конец. По-моему, хорошее завершение. Ты был груб с девушкой. Очки списаны. Вы теряете один балл. Ну, я думаю, на этом можно закончить. До свидания. Продолжение следует. Кто-то ты был очень-оч Tier? Да. Вы найдете кредит. Кто-то где я подписался. siitä, кто это приезжает. sogenan� arноморопреда. О. Сами подпомин strive. , enduring.